Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию в Sid Meier Civilization 6 на уровне сложности Божество, при условии, что я всем цивилизациям должен объявлять войну. Если вы случайно наткнулись на это видео, то, конечно же, переходите к первой серии и смотрите с самого начала, ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Так, как вот этот чувак сюда вообще пробежать? Давайте я свою рожу выключу. Как он туда вообще прокрался? У меня такой вопрос. Ну, продолжаем алюминий добывать. А, во-первых, мы вышли в героический век и у нас карточка... Блин, Катя не так уж и много денег добавила, честно говоря. Давайте смотреть. Во-первых, наверное, стоит строевой устав поставить. Ну что, может, вместо логистики? Давайте я пока похожу, то есть поиспользую логистику и таким образом... Так, подождите. Этими... Давайте я лучше городом попытаюсь убить. А пушку сюда переброшу и вот так сделаю. Так, здесь антиохия пока наша. Обстреливаем салоники. Обстреливаем салоники. Какой-то инженер тут выполз. Наверное, убьем. Ладно, сейчас я подумаю. Блин, тяжело вообще еще атаковать, прямо скажем. Это он здесь, где правительственную площадь построила Византия. Так, наверное, я вот как-то так встану и так. Пускаем туда все это. Он не должен одним полевой пушкой армию... Не, не должен. Пока так постоим. Что у нас на этом фронте? Тут вроде все от Болоньи отстали. Иерусалим надо. Давайте вот так подойдем. Чисто чтобы его засветить. Он, конечно, отваливается. Но я бы, наверное, его пообстреливал. А, у нас прокачка для бомбардировщика. Тогда прокачаем. Против наземных юнитов. В Секиш-Фехер-Варе начинаем бомбардировщики строить. А, нет, больше места для самолетов. Черт. Тогда нам, знаете что? Где-то у меня... Давайте вот этим парнем взлетную полосу построим. Конечно, я хотел железную дорогу, но, видите, у меня уже угля не хватает. Так, наверное, вот здесь я взлетную полосу сделаю. Так. Теперь перебрасываю. Раз мы тут можем не атаковать, я передислоцирую на эту взлетную полосу, чтобы апнуть самолеты. Я в курсе, что она пока не на моей территории. Я следующим ходом, наверное, выкуплю клетку. Вдруг она сама добавится. А, через два хода. Жаль, два хода я не буду ждать. Куда дальше? Космопорт мы открыли. Ну... Наверное, все-таки стоит электричество. Ради мазутной электростанции и ради гидроэлектростанции. После этого... Пойдем в расщепление ядра. Так, где-то у нас тут уран. Еще надо было... О, вот уран. Давайте проверим, где у нас уран еще. Это далеко, это далеко. У Португалии. Здесь мы уже собираем. Тут надо будет обработать. Ага, и в Мохочи. Вот в Мохочи надо будет... Давайте я сразу в очередь строителя поставлю. Не буду его покупать. Так, отлично. Что в Пеште? Фабрика. Тут я хочу мазутную, но она только через два хода у меня будет. Канализацию нафиг надо. Строители, поселенцы. Это все нафиг надо. Давайте инвестиции в центр коммерции. Серьезно? Всех ученых собрали уже? Вау. Плюс 100% у Китая. 1500% у неизвестного. Вау. Что-то так... Так ученых быстро насобирали. Это... Так, ну тогда мне надо как-то на инженера только надеяться в итоге. И что у нас с улетанием? Так, Вьетнам уже вторую доделывает. Вау, я могу не успеть за Вьетнамом. То есть мне надо планировать в него кидать ядерку. Но он где-то... Так, это Эфиопия. А я не вижу Вьетнам. Ну, по-моему, он где-то должен все-таки, ну, не совсем далеко быть. Но я в упор не знаю, как в него кидать. Ну ладно, у меня есть еще шпионы, прокаченные на... На разрушение космопортов. Надо будет все к Вьетнаму отправлять, конечно, когда я спутник запущу. Так, ну тогда давайте логистику промышленной зоны, наверное. Блин, с другой стороны, мне нужны советские гранты, чтобы по науке догонять. Ох, 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 ой, шушки. Это я отправлю сюда, пожалуй. Так, здесь универ. Блин, или ангар. Ладно, давайте универ один ход, потом ангар. И я ни одного... А, только одну Болонию, да, я встретил научную. Ну, собственно, она мой союзник, и больше никто с нее не имеет науки. Я уверен, что где-то должны быть еще научные. Вот я бы на них и подержал. Дует ли мне воровать этого поселенца? Я думаю, нет. Так, а в какие века вышли все... Кстати, Вьетнам в золотой век, между прочим. И все, как ни странно, в нормальном, кроме Франции. Я-то в героическом, но... Я с этого все равно не имею такую... Такой бонус, как мог бы. Так, давайте вот тут отремонтируем. Тут подходим все-таки. В защите не должен у меня там вообще как-то его убить. Так. Ну, давайте постою. Вообще, давайте проверим, в каких городах у меня. Ну, понятно, что Будда самое большое производство. А кто на следующем? Мишкульц 86, там я строю. В Пеште 93. Может, в Пеште тогда Космопорт? Десять ходов. Иначе я могу не успеть. Давайте глянем, какие еще так. 93. 83 в Сегите. 89 в Диере. Блин, ну я бы везде Космопорты строил. Ладно, давайте... Да, удалить ферму. Дальше. Ну, Молин слабенький. Тут, конечно, не будем. В Дебритцине не будем. Эггер строит. В Мохача нет. Антиохия. Тут просто отваливаться будет периодически. Кейсик слабое производство. В Будде строит. Значит, надо еще... Так, в Мишкульце. Умирание происходит. В Пеште мне еще надо. И, видимо, в Пеште вот сюда. Иначе все производство уйдет, если я на другое место. Так что покупаем. Уже выкупаем эту клетку. Не ждем и эту. И сюда космопорт. В Сегите вообще тоже можно. Только вот тут фиг знает куда. Я бы, наверное, Иерусалим захватил. И какой-то из этих клеток передал. Возможно, эту. Потому что эти вот все обработаны на производство неохота. Честно говоря. Так, алюминий обработан. Алюминий обработан. Вон там у нас еще уголь. Кто быстрее придет? Четыре. Три. Что-то на деньги надо брать. Блин, так не хочется логистику убирать. Но, конечно, содержание юнитов тоже важная штука. Соседство кампуса. Соседство промышленной зоны. Гавань не нужна. Торговое наследие маловато. Денег дает. Ну, плюс четыре треугольную торговлю надо ставить. Плюс тридцать шесть. Ну, а содержание тридцать восемь. Слушайте, да, наверное, содержание все-таки. Блин, ну мне еще и уголь дополнительно. Хотя, с другой стороны, я сейчас там обработаю. Ладно, давайте пока так. Я по науке отстаю на сотню от Вьетнама. А там еще где-то Корея есть. Биржа. Кейсиги, биржа. Давайте логистику. Продолжим. Собираем тут. Артефакт. Чуть, он сюда рабочим вылез. Триста восемьдесят восемь. А Вьетнам вообще с кем-нибудь воюет? Ай-яй-яй. Ой, так больно Юрсалим ударил вообще. Они, видимо, вышли в какие-то стреляющие юниты. Так, при осуществлении этого проекта на сто процентов увеличивается. Ну, я даже не знаю. Наверное, все-таки первого давайте. Торговые пути. Давайте все международные торговые пути Вьетнама попытаемся. Но у меня все равно нету этих. Два очка дипломатической победы за себя и всемирные игры. Давайте вот тут Вьетнама все, что у нас есть, вложим. То есть, он получил за всемирную выставку и у меня каждый ход очень большой штраф по дипломатическим очкам. Что у меня? Минус двадцать шесть, видите? Так, лунная экспедиция, производ... Блин, лунная экспедиция. И кто что-то так вложился? Так, проект Манхэттен, проект Манхэттен. Лунная экспедиция неизвестный. Жуан, лунная экспедиция, еще неизвестный. Лунная экспедиция Китай. Я так понимаю, что это скорее против Вьетнама. Потому что это как раз следующий проект, по идее. Но он уже почти ее закончил. Вот, блин, как-то тупо они это сделали. Блин, может не трогать уже антиухи? У меня салоники надо забирать. Эта антиухия задолбала. Блин, нафига я сюда встал? Ладно. Это я тупанул. Так, здесь, значит, биплан АПМ. И еще один биплан. По-моему, где-то у меня еще уголь был. Обработанная. Но это угольная электростанция. Обработанная. Во, где еще. Туда далековато. Ну, туда я иду обрабатывать. Тут обработано. Вроде все. Давайте тогда вот этим рабочим сюда пойдем. А, вот еще у нас уран. Можно, кстати, будет где-нибудь еще урановую электростанцию поставить. Например, в Мохачи. Потому что урана у меня так прилично. И я фиг знает, смогу ли я вообще ядерку кинуть. Так, бомбардировщик. Так, бомбардировщик. Блин, может все-таки перекинуть салоники бомбить. Что-то у меня тяжело тут идет. Давайте вообще бомбардировщик уже раз я перекинул. Алюминия тоже как раз дофига. Логистику промышленной зоны. Недостаточно жилья. Какая все на производство и науку. Блин, а так он умирает тогда. Так, и в Волине тоже было. Триста сорок три. Ну, у меня снижается из-за отсутствия энергии выхлоп. Мне надо салоники забрать. Тогда Антиохия не так будет отваливаться. Трапезун-то вообще только четыре жителя. Так, есть. Иерусалим отвалился. И всего 55 сил стало у него. Вот это забирай. Блин. Ну, короче. Обстреляли кирасира из города. Я еще его... И он, кстати, ко мне. Вообще-то город ко мне добавляется. Так, мазутную купить можно? 720. Ну, давайте покопим. Что мне тут важнее все-таки пока космопорт построить. Так, ну, лунную экспедицию не закончила пока. Вьетнам. О, отлично. Слушайте, ну мы заберем следующим ходом. Я просто постою здесь тогда. Ух. Так, в ноль пока. Электричность. Но это просто потому, что не хватает теперь. Давайте обработаем. А этот сюда идет. Вообще, ресурсов угля на самом деле у меня дофига. Просто очень много, что сейчас его потребляет. Может полечиться и атаковать, кстати. Давайте следующим ходом там полечим. Полечимся. Тут стоим. Тут у нас срыв ракетостроения. Вероятность побега. И мгновенно обосновывается. Сейчас мы откроем. Короче, мы его пока держим дома. Мы запустим спутник. Увидим, где Вьетнам. И будем ломать... Давайте здесь. Задействуем. А следующий истребитель... Где-нибудь здесь, наверное. Нафига португалия здесь канал проложила? В озеро Сити Сидадиш. Матерь. Жоан. Матерь. Блин. Не надо было варваров брать. Что-то думал, у меня уже есть варварский. Ну, давайте вот тут фабрику. И тоже можно... Атомную электростанцию или мазутную. Какой тут у нас... Ну, восемь. Атомную электростанцию у нас здесь, по-моему. Ну, через четыре хода откроем. Где у нас уже Вьетнам? Вообще, первый по науке Китай. Идет. Лаба в воле. Давайте отремонтируем укрепление. Тут подходили юниты Англии, а я не мог его даже обстрелять. Один заряд. Нет, нам надо сюда урана брать. Дайте я вообще куплю эту клетку. А то вполне может Александр забрать. Да, конечно, бомбардировщиками намного быстрее. Города падают. Поразите. Посмотрите, как растаяла города Англия. Вот тут, да? Пять городов. Потом внезапно вот здесь два. Бирмингем еще и расти умудряется. Так, здесь ставим соседство для... Кампуса и промышленной зоны. Пятилетний план. Создание юнитов. Олигархическое. Давайте, наверное, народное ополчение. А тут можно олигархическое наследие поставить. Треугольная торговля, пожалуй, нет. Рационализм маловато. Может, на счастье что-нибудь... Либерализм ушел, я так понимаю. А, либерализм у меня тут стоит. Может, поставить вот хотя бы... Вассалов уже нету, по идее. Да, вассалы уже ушли. Ну, тут счастье. Вот это, гражданский авторитет. Давайте попробуем. Это немного даст, но хоть... 315. Ядерный синтез украли, между прочим. Это прям зашибись. Тут было хищение технологий, подрыв плотины. Давайте диверсия на производстве. Тоже можно будет к Вьетнаму отправить. У него там диверсии проводить. Так, сначала самолетом. Все, стен нету. Салоники. Ну, вот салоники, кстати, не должны, по-моему, отваливаться. Потому что у меня тут просто рядом столица и салоники. Да, сразу плюс 5,4. Отлично. Все, ремонтируем. У нас тут сахар есть. О, кирасиры прискакали. Ой, блин. Так. Давайте вот так, наверное, встанем. Пускай пока лечится. Добываем уран. Уровень. Так, 12 угля накапливаем. Ну, пока стоим просто. Я бы, наверное, его не отправлял. А вот если я в контрразведку поставлю, сколько ходов он будет контрразведить, интересно. Просто я хочу, ну, вообще, по-моему, ходов 8 это будет. Если я не путаю... Ладно, давайте в центре города пока в контрразведку. Да, 8 ходов. Просто мне 3 хода еще это строить. Я еще не знаю, сколько я буду спутник запускать. И там мне ничто не мешает, на самом деле, остановить контрразведку. Просто в следующем ходе я смогу сразу использовать его. Логистика промышленной зоны. Ну, этого инженера я все-таки не буду брать. Мне тут надо найти инженера на космическую гонку. Давайте вообще проверим, что там на 100% инженера никто не забирал. Это ученый был. Ученый, да. Никакого инженера на космическую гонку никто не забирал. Поэтому я буду его пропускать. Ну, да, давайте логистику в промышленной зоне продолжим. И дальше нам в коммунизм. Два хода до коммунизма. Это довольно много добавит науки. Мне, возможно, я догоню Вьетнам по науке в ход. Но, в принципе, как вы видите... И мы еще там Корею не встретили. 51, 54. Вообще по количеству тех никак не могу догнать. Стадион Маракана. Китаец построил. Но это мне не особо нужно. Не вижу я особо самолетов у... Компьютера. Блин, он почему-то опять мне хочет подарить посел. Но я не буду в него город ставить. Я просто удалю скорее. Так, ну... Займемся, видимо, городами... Византии здесь. Причем, наверное, сразу с Константинополя надо начинать. Антиохию я заберу, но она скорее... Но она уже не так будет быстро отваливаться, как в прошлый раз. Вот, ну вот... То есть он вот так вот оббежал меня, да? Нормально вообще? Так, что у нас тут истребители могут сделать? И второй. И второй. Разбегается, и все. Наверное, этим рабочим сюда куда-нибудь пойдем. Тут пока отменился космопорт, потому что он на него встал. Поэтому можно... Ну, давайте тоже логистику промышленной зоны. А вот здесь... Эту мазутную... А, блин, я не построил... Так, фабрику давайте. А где я построил фабрику? В Пеште, блин. А там я... Да, кстати, наверное, там мазутную надо будет. Я как раз в Пеште скорее атомную хотел бы. Тамирис захватила таки Буэнос-Айрес? Черт. Ну... Как долго он... Оно что, его уничтожило просто? Подождите, где? Майкоп, покровка... А, нет, оставила, да. Да, ну, хорош был Буэнос-Айрес. Молодец. Салониках. Че ремонтируем? Стоим, ждем. Так, продолжаем похищать технологии здесь. Ремонт воли не отремонтировали стены. Конюшня, каза... Ну, давайте, наверное, этих военных до конца, чтобы у меня больше накапливалось урана. Конюшню. Пока я ядерки не строю. У меня как бы три, получается, Ресов урана. Ну, по очкам, кстати, я первый. То есть, у меня, наверное, самая большая империя здесь. Византию надо брать, конечно. Так вот, я не соображу, как мне лучше Константинополь засветить. Ну, давайте, объединяйтесь. Удача отбить в салоне. Я думаю, что проголосуют все, кто со мной в войне. И вот это будет трындец. Но они, знаете, какой трындец? Не прошло? Серьезно? Забыл в Вайзантия, понятно, португалец почему-то. Зато Македония, Алиенора и Англия, на удивление, против. Вау. Вот это неожиданно. Так, что мы тут ставим? Содержание юнита плюс один. Давайте я строевой устав поставлю. Попробуем угля накопить. Плюс четыре. Мы очень религиозным юнитом против иноверцев. Кстати, тоже вариант. Но мне пока... Ну, то есть, я силу чувствую, что я посильнее-то. И так, Византия, зачем мне... И, собственно, вот так бы я мог плюс восемь вообще поставить. Бои на вашей территории не дают усталость. Так я на своей территории и не воюю. В общем-то, надо что-то из этого поставить. Коллективизм внутренних торговых путей. В принципе, у меня какой-то есть. Видите, плюс двадцать еды и десять производства. Наверное, стоит. И... Триста семьдесят пять. Блин, я думал... Блин, а у этой четыреста шестьдесят семь. И она доделала второй. А-а-а. Ну, у меня только надежда на то, что я ядерку кину во Вьетнам. Надежда только на это. Так, а мне... А мне сейчас нечем антиохию захватывать. Это вообще удаляем. Может, тогда трапезунт? А что, не достреливает сюда, да? А, вот так достреливает. Пускай рабочего захватывает, если ему хочется так. И этого инженера пропускаем. Понимаешь, что чувак убился от моего парня. Поэтому продолжаем космопорт строить. Да, вообще, один ход до космопорта. Конечно, я эти бананы обработаю. Я фиг знает, сколько не мог до них добраться. Скоро он сам присоединил. Ну, долговато. Это, блин, семь. Восемь ходов даже. Я думаю, я быстрее вот так доковыряю. Истребителями. Тут, по-моему, атаковать некого. Поэтому Иерусалим проатакуем. О, бомбардировщик построил. Зашибись. Давайте, вволен. Так, и здесь у нас... Вот тут, кстати, по какой-то причине Цива при переборе юнитов не выбирает истребители. И вам надо ручками... Которые... Которые не на аэропорту, а которые вот здесь находятся. Типа, считается, что не перехватывают. Но нам надо им проатаковывать. Атаковать ими. А оно не выбирается. Так. Сегиде давайте мазухную построим. Более не оружейную. И пошли дальше в глобализацию. Вот за этим... Вот за этой карточкой. Не знаю, возможно, мне стоило больше купалин строить. Ничего не скажу. Возможно. Но, по-моему, вот те, которые я построил, они охватывают... все нужные города. По-моему, вот эти четыре города, это все, что у Византии... Не, вот тут должен еще быть где-то. Кажись. Так, сейчас подсмотрим. Четыре или пять городов у Византии. О, Дьер, крупнейший город. Так, мы построили... Ну-ка, сколько спутник? Три хода. Долго. Этого инженера мы тоже пропустим. Блин, да почему вот на плюс 750 досталось Китаю? Что-то там Китай вообще инженеров на улет, между прочим. Что-то меня больше Китай теперь беспокоит, чем... У Вьетнама-то нету никаких инженеров и ученых на это, а у Китая плюс 100%. И... Но он, правда, почему-то ракетостроение не открыл. При этом Китай как лидером был вот тут некоторое время. Так, ну в эпоху будущего никто не вышел еще. Ладно. Есть тут мазутное. Но тут тоже надо космопор. Да, опять же, я стою, жду захват Иерусалима. Давайте попробуем. И не хватает. Не, хватает. Так, отлично. Я передаю вот эту клетку. Я даже не буду вырубать... Пока, почему я... А, я не поставил, что я сохраняю этот город. И мечеть я куплю, пожалуй. Так, теперь передаем эту клетку и ставим тут космопорт. Так, уже накапливается уголь. Значит, мы сейчас будем... Видите, и тут тоже на энергию тратится. Но, по идее, сначала уголь тратится, потом нефть. То есть, он сначала будет проверять, потрачен ли уголь. Так, самолетик. Нет, он не убился. Он вот где бегает. Бешеный конь. Ну, я его убью тогда самолетом. Так, ну не должны, не должны убить. Так, окей. А, пушку тут оставляем. Мало ли, откуда там придет Англия в очередной раз. Так, тут никакие юниты я атаковать не могу, да? Может, перебросить тогда истребитель? Не, ну, Византия, мне кажется, уже ничего сделать не может. Александр может. Я бы, наверное, оставлял тут пока. То есть, я постепенно Византию заберу. О, доделаем железную дорогу. Но не первая в мире, между прочим. Промышленное производство кофе можно в Иерусалиме как раз сделать. И корпорацию на сахаре. Логистика промышленной зоны. Блин, а прикол в том, что... Что-то никто вот на этого инженера... Ну, я его все равно пропущу, он мне точно не нужен. Ну, просто на следующего, может быть, никто не начитает. Космопорт 20. Ладно, давайте водяную мельницу и потом рабочего. Смотри, что тут не умирает никакие города. Дэбритсен по какой-то причине не растет. Там лояльности, что ли? Нет, вроде норм. Может, кстати, Амани пересадить в Сегет? Или в ГГшку какую-то? Ну, давайте в Сегет хотя бы Виктора из Мохача пересадим. Потому что Сегет у меня покруче Мохача. Так, а как у нас вообще Магнус и Пингала? Магнус тут, Пингала тут. Окей. Так, пересаживаем Виктора. В Сегет. В общем, мне и в Мишкольц кого-нибудь... Где больше производства? В Диере или в Мишкольце? Ладно, оставлю как есть. Тут тоже давайте угольная 8, мазутная 3. А надо ли тут вообще... Слушайте, мазутная... Здесь вообще нужна ли тут электростанция? Я думаю, нет. Тут достаточно и вот этого. А вот в Пеште я построю атомную. Так что тут давайте водяную мельницу, потом... Строители. И тут идем в спутники. Лазеры крадет. А лазеры мне вообще нужны? Ну да, в ядерный синтез ведут. Два центра вещания я вообще не построю. Я только одна театральная площадь. Мне кажется, я маловато культуры здесь вообще делал. Прикол, у меня в Антиохии стоит моя осадная башня. Но сейчас они там, знаете, на нее смотрят, как на древнее произведение искусства такое. Успешно добыты лазеры. Следующая может добыть композиты. Нормально. Так, Вьетнам. Торговцы. Ну, торговец мне тоже этот не нужен, очевидно. Что с проектами? Все пока норм. Два хода и мы увидим карту. И объявим еще войну шестерым. Не встретивших. Которых мы еще не встретили. Блин, что, не смогу захватить сейчас? Вот черт. Не, вот сейчас должен захватить. Ну-ка. Отлично. О, тут еще уран. А Византия. Так, минус 19. Но это очевидно, потому что тут Константинополь. А, я не проверил, сколько городов вообще в Византии. Константинополь, Адрианополь, Никея и Никомидия. Адрианополь. Значит, тут вот еще Адрианополь стоит. Ну, вообще, мне надо не комедию. Пытаться брать. Как насчет пограбить все. Ну, и Антиохию, видимо. Давайте-ка я в салониках куплю какой-нибудь быстрый юнит. За веру. Что у нас тут быстро? ТГДМ кает танк. Вообще, у нас минус по... На электричество. Ну, пока, ладно, купим танк. Нам надо быстро захватывать это все. Падение. О, тут купальня есть. Зашибись. Построим сразу купаться. Какие у нас чистоплотненькие венгерчики. Захватили город, построили купальню. И, айда, купаться. Купи-купи. Ну, наверное, стою, лечусь. Так, истребителями. Давайте потихоньку пидно. Чисто ради повышения. И тут никаких юнитов не видать. Ну, не знаю, давайте вот это Каимбру. Ну, тут, наверное, оставим для ракетной шахты. Правда, пока не знаю, против кого она будет направлена. Бессмысленно я тут немножко построил фабрику. Я тут уже не хочу никакую электростанцию строить. Все электростанции, они в радиусе дают электричество. Тоже в радиусе шести клеток. Хотя, может, уже какого-то великого человека брал. Но все равно в радиусе какого-то количества клеток. Поэтому вот в центре имеет смысл строить радиоэлектричество. Либо строить просто угольную, которая много производства даст. О, английские линкоры приехали. Слушай, так может мне такая некомедия уничтожить? И все равно Англия, скорее всего, сможет с воды захватить. Лечимся. Уровень. Стреляем по пушке. Блин, танк не доезжает. Ладно, следующим ходом заберем. А трапезунт отвалится следующий? Нет, еще держится. Хорошо. Так, этим бомбардировщикам давайте по армии. Этим бомбардировщикам по армии. Ну, чтобы танк не очень больно накоцало. Два заряда. Давайте, вернусь сюда. Просто если я сюда пойду, он будет подходить. Не знаю, не хочу я туда рабочим. Так, стоим просто военным инженером. О, едет танк опять. Армия танков. Направляется к Болонь. Ну, там 92. Нет, это уже не берется. Блин, гидроэлектростанции бы тоже построить. Ну, ладно, у меня пока вроде благодаря углю будет нормально с электричеством. Так что лучше лабы. Я вот по науке точно отстаю. А, ну все, тут уже все утопло. Да, нету смысла валетту союзить. И следующим ходом сейчас мы будем смотреть на карту. Ну, рану уже 50 из 50. Так, эти в салониках, наверное, от... Ну, как я говорил, видите, он танк хочет атаковать. Антиохи и Тарпезунг будут отваливаться по-любому, потому что у них мало слишком населения, а рядом столица. Ну, вот мне надо начать столицу атаковать. Мне надо, наверное, в салониках сделать... Или даже купить инженера, поставить здесь взлетную полосу и перекинуть самолет сюда. Итак, Везувий еще на карте был. Торрес Дельпайны, вау. Какие крутые чудеса. Эверест. Источник вечной молодости. Так, искусственный спутник запустили. И мы встретили. Шумеры были еще. Американец, этот всадник мужественный. Перикл. И сандок, да? А, еще и... Еще Клеопатра из Египта. Ну, шумера мы там видели. Ух ты, ацтейки еще. Вау. Ну, сейчас посмотрим, как они там между собой. Тусили. Вау, нифига себе, конечно, карта. Вот, наверное, было прикольно, если бы я на месте Китая вообще появился, или Египта, вот ровно в центре этой пангеи. Блин, какая странная карта. Реально. Тут, причем, даже можно было сразу уже попасть. Ну, просто какой-то этот... Шляпа какая-то. Блин, а Вьетнам-то далеко. Стоп. А я Вьетнам смогу с подводной лодки. Вьетнам на первом месте. На втором я уже. Слушайте, как ни странно, не Корея. Это у нас не Корея. Шумера 400 еще. 500 у Египта, нифига себе. Ну, вообще... Вообще, Египет так неплохо разросся тут. Что вообще по проектам? Монте-Сума первый еще не закончил. Второй Вьетнам. Только трое почему-то улетает. При этом по техам тут пятеро впереди меня. Вау. Так, ну, мне, наверное, дальше надо все-таки в запуск колонии на Марсе. Сейчас будем лунную экспедицию делать. Хотя она сейчас долго будет делаться из-за... Да, 8 ходов. А до сессии 12. И инженера... Инженера... Ну, он Португалия, правда, один из сходов. Может, она там читает? Может, ей, типа, надо для туризма. Давайте еще проверим другие победы на всякие пожарные. Нет, туризмом точно нет. Религия. Ух ты, ислам. Сколько обращено в ислам-то. Там португалец старается, старается. Ну, и дипломатии тоже нет. Скифы. А кто здесь вообще кого-нибудь захватывал вообще в принципе? Есть какие-нибудь... Не свои города у компьютеров? Вообще не вижу. Ну, Унса это ГГшка. А чтобы вот прям между собой воевали... А-а-а... Митва это тоже ГГшка. То есть просто сидят и развиваются. Вот интересно. А войны вообще какие-нибудь идут сейчас? Так. Ну, Корея с тремя воюет. Шумер с Англией. Перикол с Америкой. А Вьетнам, подождите. А Вьетнам ни с кем не воюет. Ну, как так? Так, значит, хочу в Солониках купить... А, блин, тут только просто военный лагерь. Это даже... Черт, не купить тут военного инженера. Так. Трапезунт. Еще один ход подержится. Ну, у меня надо, видимо, через трапезунт на Константинополе идти. Блин, или... Или на Некомедию... Для того, чтобы быстрее купить подводную лодку и плыть к Вьетнаму. Вот в чем вопрос. Блин. Еще Адрианополь огромный. Конечно, надо Константинополь забирать, иначе... Сложно, сложно. Так, я бы еще купил по одному арте, чтобы их в армию сделать. Давайте в Солониках арту. И в Антиохию арту. Так. Теперь так тут лечимся. Тут бомбардировщиком, наверное, эту армию уничтожаем. Блин, наверное, в Некомедию надо. Блин, проблема в том, что... А, есть подводная лодка, да. Давайте, наверное, Некомедию брать. Это и быстрее, и... Подводная лодка у меня поплывет хоть туда. Хотя, с другой стороны, мне же ее апнуть надо. Черт. Рано плыть еще этой подводной лодкой. Рано. Ну, не знаю, я считаю, что надо делать лунную экспедицию. Так, тут стоим. Истребители по Пидне. Истребитель по Коимбре. Пешти Космопорт готов. Встроим атомную электростанцию. Или проект Манхэттен, подождите. Давайте сначала атомную электростанцию. Потом тут, кстати, Королевское общество. Центр коммерции. Правда, уже нафиг надо, но... Надо же чем-то Иерусалим занять. Так, а... Какое он вообще... Мне надо где-то проект Манхэттен делать. Нет, не ресурсы. Вот эти ресурсы, по-моему, я хотел... Блин, по производству не отсортировать, да? В Будде все верно. В Пеште. Атомная электростанция. В Сегите. Космопорт 6 ходов. Не, ну космопорты тоже нужны. Как у нас по науке? Ну, в нанотехнологии... Вообще, кто-нибудь в нанотехно... Ой, блин, я забыл войны объявить. Сейчас объявлю, ребята, сорян. Столько всего сделать, да? Просто непривычно, что я столько... Во, в нанотехнологиях Египет, но при этом он даже космопорт не построил. В нанотехнологиях Китай, но он даже космопорт не построил. Александр в нанотехнологиях, но он даже космопорт не построил. Прикол вообще. Эфиоп в нанотехнологиях. Очень... Ну, как минимум, 4 цивилизации, получается, в технологиях, но не построили космопорты. Так, композиты украли. давайте блин стук столько надо объявлять воин а все все видимо в союзе там были еще с кем-то поэтому меньше пришлось так ну отказываемся от инженера этот инженер нам не нужен ваще гидроэлектростанция ну что давать на этот проект манхэттен тогда 6 ходов пиона можно давайте инвестиции в центр коммерции ради денег может быть еще какой торговец потом нормальный достанется так как нету не комедию светить и и при этом танк не потерять он долетает зашибись пусть я хочу не комедию сначала тоже будет отваливаться правда так артаж помогут еще апается дальше в рсзо а рсзо у нас где не по пути не по пути слушайте а может пока среди у нас тут 6 хотя вот как раз 6 ходов я открою надо будет третий проект делать ладно тогда открываем надо остаться здесь будем трапезу сейчас захватывать так давайте теперь уже караваны из буды на производство начинать потому что скоро я открою глобализм глобализацию так тут мы постреляли да тогда отъезжаем обратно а блин я забыл отменить парня на они здесь где он на этот ну собственно следующем ходом сам отменится так что пофигу что я сейчас отменю задание он тоже ход пропускает так у нас 14 послов вообще можно куда-нибудь и отправить поблизости у нас только маскат хорошо а из научных ггшек вообще кто-нибудь есть хоть одна кроме баллони сусе вот карта сгенерируется только одна научная ггшка ну я бы на самом деле тогда маскат пробовал плюс один к довольству в городах с центром коммерции это очень круто для меня будет я раньше этого не делал просто потому что слишком много требовалось послов давайте янера прям а я мане не могу туда отправить пока он в войне со мной но мне надо будет я когда туда заброшу послов надо будет сразу амане туда отправить чтобы маскат уже навсегда себе оставить давайте подготовку спортсменов проведем на олимпийские игры поедут венгры выигрывают что-нибудь в фехтовании наверно наверняка это будет очень смешно если приплывут под лодки как раз вьетнама с греции и в меня кинут ядерку я вот тогда я просто буду очень счастлив на самом деле что наконец-то пусть что-то компьютер реально делу хотя тут он за эту партию уже нормально так я уже еще удивлен даже хоть наличием армии которые ко мне приходили так уровень вражеских шпионов морских юнитов каждый ваш посол дает двойного вот это сейчас надо будет поставить содержание ядерных устройств снижается и дополнительный шпион так окей и отправляем где у вьетнама эти вот космопорт вот космопорт вот косма 4 4 космопорта начнем со столицы отвалился трапезон да вау тут еще и мотопехота уже так ну надо блин как тут лучше поступить т арту мы поставим здесь следующем а даже сейчас могу так этот самолетик у нас трапезунт атакует а зашибись мы его так просто берем отлично и купальня так и не достроил в прошлый раз но кстати я могу я конечно купить это увеличит счастье и соответственно уменьшит отваливание трапезун до мне кажется не так мало жителей что константинополь очень сильно влияет хочется конечно бомбардировщик прокачать но мы потеряем время не комедию надо быстрее забирать давайте наверно вот это об ну чтобы лечилась быстрее эта фигня и ускоряет юниты и лечит их так наверно пока просто постою полечусь на производство отправляем в первую очередь так ну давайте сменить политический курс коллективизм оставляем тут мы поставим картак вообще проверим маска то кто союзник англия да у англии какое правительство фашизм да значит два посла будет работать для меня каждый вас пошел посол дает двойной эффект городе государстве всего пресса отличается от сюзерена ставим тут все видимо пока оставляем смотрим до 26 6 10 зашибись так 9 ходов вполне возможно еще вы так давайте я побольше все-таки еще в кину давайте пускай так будет а все он уже не союзник так надо теперь амане туда отправлять она будет пять ходов теперь туда двигаться но у нас теперь счастье появилась хоть какое-то но она появится еще следующим ходом я надеюсь не перекупит англичанка хотя может тогда перри перевести истребитель сюда и мешать давайте в эгере разместим и туда истребитель запихнем есть лаба монумент прекрасно тут уже поздно эти подготовка спортсменов и кажется сейчас перекупит маскат вы перестали быть сюзереном болонь и серьезно это кто туда перекал вложился ну да ну он хотя бы а хотя с другой стороны знаете мне даже наверное я уже не против если болонью кто-то засоюзит мне ее бонусы не нужны а караванами оттуда бегают я быстрее просто отправлю на производство караваны блин эти ухи отвалилась но нам не комедию надо сначала забирать блин мешает танку двигаться так но я не комедию вижу давайте так 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 и забираем город здесь стреляем по этим ребятам падение не должны мне убить арту так тут даже монумент не построен был вау блин у меня сначала нанотехнология потом наверное подлодку я в эту подлодку купил в любом случае уже блин 960 чет дорого тогда лучше покупать уже прокачанную подлодку кампус то у нас с проектами 3 еще никто даже не делает хорошо хорошо воля не военная академия так ну собственно мне этим военным инженером негде ну и за и может каждого на александра будет кило давайте я поставлю вот здесь пусковую шахту пускай александр боится причуток довольства усталость-то твой ну да тут мы воевали конечно на территории воля на давайте тогда здесь этот поставлю развлекательный комплекс почему нет я в принципе он в трапезунде есть но там на на города он не действует окружающие шпион шпион построен подготовка спортсменов так а в пеште я атомную электростанцию построил до еще ни разу у меня ни разу атомная электростанция не взрывалась может в этот раз повезет так задействовать истребитель давайте 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 вот здесь вообще никаких юнитов не видно сюда переведу может какой нибудь александра чё нибудь увижу о сразу раз здесь села так сломать ракет 77 давайте такая пока источники найдем он мгновенно обосновывается в городе могу попробовать космопорты вот так рушить я бы конечно всех туда перебрасывал логистика в эгере ну возможно стоило бы и на науку почитать 7 ходов португалец заберет просто надеюсь что мне сто процентов достанется все таки ну плюс сто процентов к производству проектов космических так меня вот тут в антиохии беспокоит не убьют ли мне арту а чё больше бомбардировщиков не делаю интересно на этом пока все продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока